Итак, мы продолжаем читать книгу моего учителя Равицка Казильбера «Чтобы ты остался евреем». И, как жена его говорила, такие письма из лагеря мы получали. С курорта люди таких писем не пишут. Работаю на свежем воздухе, могу ходить в туалет, когда хочу. Так вот, как Равицкак получил тфелин в лагере? Я просил жену отыскать для меня в Казани самые маленькие тфелин. И вот в октябре жена пришла ко мне на свидание вместе с детьми. А моей старшей дочери Саре было тогда 4 года. И она передала мне ее на руки. Трое надзирателей не спускает с нас глаз. Я знал, что в одном валеночке у Сары спрятаны головные тфели, а в другом наручные. Ну, я посадил ее на колени, положил ногу на ногу, а я был в больших широких валенках. Держу дочку, играю с ней, и в это время снимаю с нее валеночек, и переворачиваю ее прямо над моим валенком. И тфелин падает из ее валенка в мой, и я загоняю его под стопу. Повторяю такое же со вторым валенком, готова, играю с ней, напиваю ей. Свидание окончено, обыск, у меня ничего не находит. Следующая задача, где хранить филин? Обошел весь лагерь. А где я могу их надеть? Ну, ничего подходящего. Наконец, набредаю на барак, где в углу свалена куча изорванных валенков. А пространство, Равыцкий говорил, 20-30 сантиметров. И отгорожено занавеской. Я говорю себе, этот барак приготовлен для меня Всевышним шести дней творения, чтобы прятать там тфелин. Иду к старости барак. Михаил Иванович, хочу переехать тебе в барак жить. Ответ традиционный, что я с этого буду иметь? Ну, тут уж просто. Тебе положено мыть полы и приносить шесть ведер кипятка утром и шесть вечером. Буду делать за тебя кипяток и полы буду мыть. На том и поладили. Теперь я мог прятать книги под валенками за занавеской. Но вот оставлять здесь на весь день филин я все-таки не решился. Вдруг это место решат расчистить. Итак, каждое утро я забегал туда, надевал там тфелин, а потом прятал их в карман пальто, а пальто сдавал в коптерку. Ну, что-то вроде камеры хранения, куда заключенные сдавали ценные вещи, часы, деньги. На утро в полшестого я брал пальто, надевал тфелин, молился и опять сдавал пальто в коптерку. Что думали про мои манипуляции, я не интересовался. Из-за этого два года в лагере я работал на улице в одном пиджаке, а зимы в Татарии суровые, бывают минус 20, минус 25, а то и 35 градусов. Страшно мерзли руки и уши, но я ни разу не простудился. Удивительная вещь. Выйдя из лагеря, я одевался тепло и все-таки подхватил воспаление легких. Вы знаете, что такое НОТ? Это научная организация труда. Хоть я и не специалист в этой области, однажды пришлось заняться и этим. Я взялся обеспечивать водой, таскать воду ведрами из проруби, из реки Казанка. Как справедливо заметил Лукацкий, этот еврей из Одессы, работы было минимум на пятерых, но я старался справиться один, потому что мне это было выгодно. Я ни от кого не зависел и был доволен, что успевал до захода солнца в пятницу натаскивать воду, чтобы хватило до полудня в субботу. Оставалось еще от полудня до исхода субботы, и помогали заключенные за 3-5 рублей пайку хлеба. Сейчас я вам процитирую любимое место Рамбама, которое часто слышал от Равицкак. Это законы об изучении Торы, 1 глава, 8 закон. Коль Ишве Ишме, Исраэль, каждый человек из народа Израиля, беден он или богат, здоров или болен, молод или стар, даже бедняк, который просит по домам, и даже тот, кто обременен семьей, он должен найти время, учить Тору днем и ночью. И до какой поры? Сказано, все дни жизни твоей. Великие мудрецы, которые упоминаются в Талмуде, зарабатывали на жизнь нелегким трудом. Одни носили воду, другие, как Елель, рубили дрова, но всегда занимались Торой. И тут я тоже начал искать время для занятий. Я в лагере, но я обязан учить Тору. Кто мог бы такое подумать? Ты в лагере, ты освобожден от всего. Нет. Но как найти время для занятий, если я ношу воду с половины шестого утра до половины восьмого вечера и прихожу в барак совсем без сил. И тут я подумал, вот это научная организация труда. Если я буду идти нормальным шагом, рейс с ведрами от реки до лагеря занимал час. А я попробовал передвигаться бегом. Вместо часа получалось 45 минут. Я стал бегать и носить ведра. 45 минут нес ведра с водой от реки к лагерю. На 15 минут забегал в барак за занавеску, где, вы помните, спрятаны книга Мишна Йод и книга Танаха. И опять бегом к реке. Говорят, чередовать физический труд с умственным очень полезно. Так я так чередовал. Работал я примерно по 14 часов. Значит, учился 3, 3,5 часа. 3,5 часа. Да мне и сегодня трудно выкроить столько для учебы. Вы знаете, когда Равицкак приехал в Израиль, он запретил себе изучать Талмуд. Как? Это же главное. Из-за таких, как я. Потому что он давал уроки везде, где собирались русские и евреи. Как только ты к нему придешь, он тоже говорит, ну что слышно, как семья, как дела. Для этого у него всегда было время. А для себя я помню, как он усталый. После дня он был и в Рабануте, и давал уроки, и ездил, выяснял по поводу женщин, которым нужно разводное письмо, гет. И когда уже совсем он был без сил, он открывал Талмуд. Но там, где есть выводы из Талмуда, Рабейну Ашера, Роша, и читал, чтобы напомнить себе. И засыпал. Так вот, там я выучил наизусть Мишнает, Роша, Шана, Юма и другие. Хоть сейчас, в любом месте, откройте, могу сказать наизусть. Это все осталось у меня наследство от лагеря. И еще, ой, сейчас я вам скажу. Я разобрал в лагере трактат Киним. Это завершающий трактат из Седора Кодаши. Такой сложный. Столько там есть счет. Что такое Киним? Киним – это гнездо. Женщина, которая родила, она может принести вот Киним, имеется в виду двух голубей, или это называется Бнейона, О, Йоним. Как-то они называются по-русски по-другому, не голуби, а как-то по-другому. Так вот, одного приносят во все сожжения, а другого в очистительную жертву. Но, если женщина не назначила какое на что принести, то это может сделать Коин. А если она думала об этом и забыла, кого на что. Если мы приносим голубя в очистительную жертву, а он был предназначен для жертвы всесожжения, жертва непригодна. Потому что Ола всесожжения брызгают до красной черты наверху, а Хатат грекоочистительная внизу. А если несколько женщин принесло, а если они перепутались? Я знаю, что сейчас я учу этот трактат с одним моим другом из Москвы, и каждую строчку надо по несколько часов сидеть, обдумывать, какой будет вывод. Так вот, это то, что Равицкак учил в лагере и выучил. На воле я его учил и не понимал, а здесь понял. И он рассказывает, что этот барак, а там за занавеской было очень темно, потому что посередине барака была одна лампочка, причем тусклая, сороковатная лампочка. Было еще окно, но оно обрастало льдом и практически не пропускало свет. И поэтому свет почти не проникал через эту занавеску, за которой я прятался. И так я долго мучился, пока в конце концов я не приобрел вот эту способность читать в темноте. Она у меня сохранилась до сегодняшнего дня. Иногда я демонстрирую ее своим ученикам, выключая свет, накрываясь головой пальто или талитом и читаю. Причем места тоже там не было. Можно было держать книгу вот только так. Я не могу видеть, что написано в этой книге, хотя я ее читал много раз. А он научился читать. Я не знаю, как нужно прищурить глаза, чтобы что-то увидеть. Только так я могу увидеть. А он накрывался пальто или талитом и показывал нам. Читал, а потом мы проверяли его. Это подарок с неба, который он получил. Тот, кто хочет делать во имя Творца, тот, кто отменяет свое желание перед его желанием, он отменяет свое желание перед его желанием. И поэтому Творец дает такие способности читать в темноте. Итак, бригадир Татарин был очень доволен моей работой. Кроме того, что я носил воду, я очищал территорию от снега и льда и вообще выполнял все его просьбы. Он был человек порядочный, и я был с ним откровенен. Давайте мне любую работу, все сделаю, но на Пасху два дня я работать не буду. Договорился и со старостой в бараке. Мытье полов и доставка кипятка на субботу и Песок отмечается. И что же сделал этот бригадир, отвечающий за барак? Он поступил некрасиво. В Песок зашел мой бригадир, и староста барака специально при нем предлагает мне помыть пол. давай помоги. А я ему напоминаю, мы же договорились, что сегодня я не мою. А он поворачивается к бригадиру и говорит, нет, ты погляди, для нас с тобой нет праздника, а у Зильбера он что-то там празднует, работать отказывается. И тут бригадир ему спокойно отвечает, да, ни у кого нет праздника, а у него есть. Он договорился со мной и все сделал заранее, пусть сегодня отдыхает. И так староста остался с носом. Хотя я еще долго жил в этом бараке и помогал ему мыть полы и носить воду, но никогда после этого я с ним не заговаривал. И вот кончаются счастливые времена. Новый бригадир назначен нашу бригаду. гайнулин. Я устраивался так с татарином, пока мой бригадир не вышел на свободу. И на его место назначили некого гайнулина. Какой же вредный тип он оказался. Несмотря на то, что в воде недостатка не было, я заметил, что в субботу как мы договаривались я воду не ношу. И он это заприметил и решил заставить меня нарушить субботу. Расскажу только два случая, а их было много. В мою обязанность входило мыть пол в умывальной комнате. В пятницу я вымывал, а в субботу утром по договоренности пол вымыл мой друг заключенный. Причем вымыл очень добросовестно. Я ему потом платил три-пять рублей. И вот приходит Губайдулин Гайнулин в девять утра и тычет пол ногой. Что такое? Грязь развели и добивается, чтобы я сам пошел и помыл. Я опять нашел кого-то, тот помыл. Гайнулин приходит в двенадцать, спустя три часа и опять пол грязный, надо мыть. Я снова нашел помощника. Я является через три часа опять топает пол. Я нашел еще одного человека, который полностью вымыл пол. Так Гайнулин пришел в пять и снова топает ногой. Пол не вымыт. Тут я сколько не искал, нет желающих подзаработать. Что делать? Нашел я одного русского старика лет под семьдесят. На фоне других этот человек более не менее был приличный, верующий. Лежит бедняга, больной, без сил. Я прошу его, выручи, пожалуйста. Ты ведь знаешь, я в субботу не работаю, а бригадир заставляет. Получишь все, что скажешь. И он больной поднялся и вымыл пол. И вот второй случай. В ночь с пятницы на субботу часов двенадцать меня вдруг будет. Пришел Гайнулин еще с одним заключенным и с двумя лопатами. Что, Зильбер, спишь себе? А завтра с утра, между прочим, комиссия приезжает. Сам министр внутренних дел из Москвы. А на территорию Уймахлама надо убрать. Вот вы вдвоем и идите. Площадь большая, но за ночь управитесь. К шести утра, чтоб все было готово. Ну, что тут возразишь? Да у меня нет такой привычки спорить. Одеваюсь, иду, а на улице мороз за тридцать. и метель. Снег прямо колет лицо. Лопаты нес напарник. А я вот что сделал. По природе я очень стремительный, нетерпеливый. Всегда тороплюсь и действую быстро. Но тут я усмирил свое ецерара дурное начало и стал тянуть время, дожидаясь, пока Гайнулин промерзнет и уйдет. Пришли на место, бригадир показывает, как и что. Ладно, говорю, и не спеша завязываю ушанку. Потом начинаю застегивать пальто. Тоже очень тщательно. Холодно ведь? Так, рукавиц нет, надо и найти. Суечусь, ищу. Ой, нашел одну, а второй не хватает. Короче, минут за двадцать он дошел. Метель была нешуточная. Когда он ушел, я повернулся к этому второму и сказал, поможешь? Перед уходом этот бригадир буркнул, чтобы с шести утра все кончились и удалился. И я очень просил второго, заплачу сколько скажешь, только сделай всю работу сам. И вернулся в камеру. Конечно, все оказалось сплошным враньем. Никакой министр не приезжал, Гайнулин это выдумал для меня. А потом он придумал что-то похуже. Разнюхал, видно, негодяй, что я за навеской что-то читаю. И вот было общее собрание. И Гайнулин отчитывался за чистоту территории и снабжения водой. В смысле воды и чистоты сейчас все в порядке. Одно нехорошо. Не могу заставить Зильбера работать в субботу. А начальство как услышало расшумелось, что это Зильбер себе воображает. Он что, в Америке или в Израиле или в трудовой исправительной колонии в лагере в Советском Союзе? Что это значит не работает? А чем же он занимается? Ну, Гайнулин распустил язык. Я слышал, он какие-то книжки читает. Тут бы мне плохо пришлось. Но случилось чудо. Гайнулину подошли прямо на сцене с двух сторон и схватили его за горло. Это были два удмурта. Лагерные волки. Высокие такие, здоровые. Сроки у них были большие, за что не знаю. Но таких страшных людей я в жизни своей не видел. И не сказать, что ко мне хорошо относились. Изводили как могли. Но Гайнулина они предупредили. И сколько в лагере? Три года? А мы уже семь. И все семь лет мучились с водой. И скандалили из-за нее. А с тех пор, как воду носит Зильбер, все в порядке. Так что будешь болтать, придушим прямо здесь, на сцене. Ну накинуть пять лет к сроку, наплевать за такую скотину. И никто не посмел вмешаться. Шевельнешься, они тебя задушат. Ну Гайнулин перепугался, сменил пластинку, и все как-то замялось. Как видели, нельзя сказать, что в лагере царили дружелюбие и добрые нравы. Но один из уголовников, некто Уваров, делал мою жизнь просто невыносимой. Порой я даже впадал в отчаяние от его злобных выходок. Это человек лет сорока с опытом нескольких отсидок. Почему он так стремился сделать мне зло, не знаю. Но это и не важно. Заметив, что я так дорожу своим закутком и моей занавеской, он сломал балку, на которой держалась занавеска. Это было ужасно. Негде стало учиться, негде молиться. Уваров занимался ремонтом инструментов. И вот вместо того, чтобы починить вещи, которые я ему приносил, он передавал их начальству. Мол, Зильберу выдали, а он сломал и выбросил. Или ломал мои метлы и лопаты и закидывал обломки на крышу. Короче, искал любой возможности мне навредить. И вдруг в пятницу подходит ко мне Уваров и говорит, слушай, ты ищешь людей, чтоб для тебя в субботу носили воду. Больше не ищи. Я буду носить для тебя воду каждую субботу. Ты только ключ от умывальника повесь вот здесь, а я открою и все сделаю. Кто-то из евреев, услышав это, пошутил. Думает, видно, что ключ мукцы запрещенная в субботу вещь. Шаббат нельзя к ней прикасаться. И Уваров выполнил свое обещание. Вплоть до моего выхода из лагеря мне ни разу не пришлось просить кого-нибудь принести воды. Вода всегда была принесета и пол вымыт. Ну, я, конечно, платил ему, как другим, 3-5 рублей за каждый раз. Но отчего Уваров так изменился, я об этом не спрашиваю. Но другим заключенным, евреям, было интересно, было любопытно. Оказалось, что его во сне предупредили, что если он не хочет себе беды, он должен не вредить мне, а наоборот помогать. в моей жизни было два таких случая. О втором, то, что произошло с учителем Ахмановым, я еще расскажу. А про Уварова есть еще одна история. Ну, я расскажу. Сон произвел на Уварова такое сильное впечатление, что он даже однажды пошел на мессиру Нефиш. Буквально на самопожертвование с риском для жизни. Заключенным делали прививку. Опытный зэк Уваров полагал, что этот укол может быть опасен для здоровья. И категорически отказывался от прививки. Его уговаривали, ругали, угрожали карцером, он не отступал. А когда процедура уже заканчивалась, вдруг он подошел и говорит, ладно, делайте. Его спросили, о чем ты раньше думал, почему ты сейчас согласился? А он объяснил, я вспомнил, завтра суббота. Он не хотел попасть в карцер, потому что тогда некому будет мыть полы и носить для меня воду. Не хотел нарушить то, что он мне обещал. все звали Уварова Федькой, хотя ему было уже 40 лет. Он сидел раз 7. Ум у него был замечательный, голова работала просто невероятно. Умнейший человек, все понимал и в людях, и в отношениях между людьми, и вообще в жизни. На Песах я продавал мой хамец Уварову все дни Песах, а нельзя есть продукты из кислого теста, но и владеть ими нельзя. Их можно заранее продать нееврею. Что мы и сделали. Отдали Уварову все наши сухари. Я ему объяснил. Нам нельзя будет в течение 8 дней пользоваться хлебом. Мы тебе его продаем. Все, что у нас останется к начальу праздника. Денег у него не было. Я ему дал полтинник. Он отдал мне его как задаток. И все было продано по закону. Уварова уже мы отдали и весь наш восьмидневный хлебный паёк за пятнадцать человек. Он конечно был рак. Так он помогал мне почти полгода, пока не вышел на свободу. он не не н н н Продолжение следует...